Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Устроено несколько зон отдыха, появится детская железная дорога, скульптуры и фонтаны. Пока чиновники ограничились лишь тротуарной плиткой и наружным освещением. Программа «Экономика». Кировское предприятие, получившее в прошлом году 150 миллионов рублей кредита под гарантией областного бюджета, обанкротилось. Арбитражный суд Кировской области признал банкротом компанию «Росплитпром» подразделение мебельного холдинга. Потребовал этого Чебоксарский трубный завод. Долг, который запрашивался компании из соседнего региона, составил 724 тысячи рублей. Кроме того, иски о взыскании долгов с нескольких структур холдинга предъявили банки ВТБ и Петрокоммерц. Общая сумма долга приближается к миллиарду рублей. В 2009 году компания уже грозила процедуру банкротства, но тогда, после путешествия по Кирово-Чепецкому мебельному кластеру, губернатор одобрил предоставление именно этой группе компаний госгарантии в размере 150 миллионов рублей для получения кредита. Делалось это в целях поддержки реального сектора экономики. С тех пор «Росплитпром» уже успела поменять прописку. Теперь компания, зарегистрирована в Новосибирске, и как будет отвечать за свои долги, непонятно. Программа «Эхономика». После инаугурации президента бензин может подорожать до 1 евро. Сейчас, по мнению аналитиков, цены на топливо искусственно сдерживают неформальный мораторий, основанный на договоренностях между правительством и нефтяными компаниями. Продлится он, судя по всему, до инаугурации Владимира Путина. После цены на бензин, скорее всего, устремятся к европейским показателям. По крайней мере, такие прогнозы делает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его мнению, тренд на внутреннем рынке прост – от 1 доллара за литр 95-го к 1 евро. Но страны еврозоны мы пока не догоним, там литр базового топлива уже стоит 2 евро. Сдержать новый рост помогла бы привязка акцизов к ценам на нефть, что предлагала недавно федеральная антивонопольная служба или новые договоренности между нефтяными компаниями и государством. Будет ли принято подобное решение и не будет ли это грозить очередным топливным кризисом – неизвестно. Курс валют, по данным Центрального банка, на 23 апреля. Доллар 29,52 рубля, европейская валюта сегодня стоит 38,81 рубля. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM. Курс валют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова